На волне Ночное такси сегодня и всегда с Александром Крумином Здравствуйте наши уважаемые телевизионные зрители, это программа Ночное такси на YouTube и на Питер ТВ Я Александр Крумин, как и всегда в течение ближайшего получаса буду рассказывать вам о музыке шансона по-русски Этой музыкой наша студия занимается с 1985 года, в этом году мы отмечаем уже 28 лет на Ниве этой деятельности Программа Ночное такси на YouTube работает уже более двух лет, на Питер ТВ работает уже второй год Основная задача этой программы представить вам ту музыку, которая транслируется для вас нашим телеканалом Я конечно всегда выражаю большую благодарность нашей аудитории на сегодняшний день к моменту записи этой программы Это более 4 тысяч наших подписчиков и более 6 с четвертью миллионов уникальных зрителей Для меня это очень приятно, для меня это очень важно Мы конечно когда начинали это вещание очень надеялись на то, что это будут миллионы людей Но когда это стало явью, конечно стало очень тепло на душе Поэтому всегда в каждой программе говорю спасибо тем, кто смотрит нас, любит эту музыку и знает ее Итак, начинаем В рубрике «Близкое ретро» сегодня я представляю вам Вилли Токарева Я много лет знаком с Вилли Ивановичем, но честно могу сказать, что никогда не записывал его в нашей студии Так сложилось, что мы с Вилли Ивановичем всегда где-то ходили рядом С Михаилом Шуфчинским в частности или с Михаилом Гулько меня связывают гораздо более тесные отношения Анатолий Могилевский приезжал ко мне, мы снимали его и у нас есть даже сольное его видео С Вилли Токаревым как-то так не сложилось Но при этом мы на самом деле и сейчас общаемся, встречаемся, перезваниваемся И есть несколько интересных видео, которые были сняты все-таки нами Во-первых, конечно, сегодня, поскольку это рубрика «Близкое ретро», в ней я показываю то видео, которое старше десятилетия Я покажу фрагменты фильма, который носит название «Я уже богатый сэр, я приехал в СССР» Фильм был снят иммигрантами, мигрантской кинокомпанией, специально в преддверии гастроли Вилли Ивановича Было все это достаточно давно, в 1889 году Та съемка, на которую Вилли Токарев привез нам это видео, состоялась позже, через 10 лет после этого фильма, в 1899 году Тогда я впервые пригласил его в нашу телевизионную программу «Формула шансона» Вот фрагмент той исторической картины я и показываю вам сегодня в рубрике «Близкое ретро» в программе «Ночное такси-запись» образца 1889 года Смотрим Я приехал из деревни в этот крупный городок Очень трудно разобраться, где тут запад, где восток Небоскреба, а я маленький такой То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой А вокруг чужие люди, а кругом чужой народ От тоски глушу я водку, только водка не берет Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой Ни товарища, ни друга растворились как в воде И никто здесь не поможет, если скажем ты в беде Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой А кругом миллионеры, денег куры не плюют Между ними как шакалы, люди бедные снуют небоскребы А я маленький такой, то мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой Перепуганы до смерти все большие города, не гуляют в них по паркам Люди ночью никогда небоскребы А я маленький такой, то мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой То, гляди, тебя ограбят, то, гляди, тебя убьют Похоронят, как собаку, и молитвы не споют Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой, то мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой Я гравкаюсь повыше, а вокруг все тоже дно Неужели мне богатым здесь не стать не суждено Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой, то мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой Очень часто, очень часто задаю себе вопрос, для чего не понимаю, чёрт меня сюда принёс, небосгрёвый. А я маленький такой, то мне страшно, то мне грустно, тот теряю свой покой. И небосгрёвый, небосгрёвый, а я маленький такой, то мне страшно, то мне грустно, тот теряю свой покой. В ночном такси рубрика «Лицом к лицу». В рубрике «Лицом к лицу» показывал фрагмент выступления и фрагмент интервью музыканта, с которым мы очень подружились совсем недавно, в 2012 году. Я давно показывал записи Аркадия Соловейчика, талантливого автора-исполнителя и славного города Самары, но не был знаком с ним лично. Нас познакомил продюсер и коллекционер из Самары Ефим Шуб. В 2011 году он спросил моего согласия на знакомство с Аркадием Соловейчиком и передал ему мой телефон. Аркадий позвонил, мы беседовали с ним несколько раз и поняли, что необходимо записать хороший, интересный альбом здесь, в студии «Ночное такси». Мы долго готовились к этой работе. Я считаю, что это было правильным. Я считаю, что никогда не надо спешить тогда, когда серьезный взрослый человек хочет собрать свои самые лучшие песни, сделать для них новые аранжировки, записать их с нашими музыкантами. Поэтому, откровенно говоря, мы не торопились. В 2012 году мы потратили практически полгода на запись этой программы. И Аркадий принимал участие в уже нескольких сериях нашего фильма «Ночное такси. Новое и лучшее». Я был очень рад, когда он дал согласие на эти съемки, потому что мне очень хотелось, чтобы все было по-настоящему, по-современному. Альбом еще записывается, но мы снимаем уже видео на первые полностью подготовленные к изданию песни. И поэтому будущая публика альбома может составить представление о том, что же мы ей предложим. Вот именно так Аркадий принял участие в нескольких наших съемках. И после одной из них я записал с ним большое интервью. Фрагмент этого интервью с удовольствием представляю в рубрике «Лицом к лицу». Ну вот, опять пора пришла, и в небо звездные салют. У нас такие вот дела. Весной и плачут, и поют. Песня, которая вот в этом альбоме, которую я у вас начал писать, в нем больше песен такого философского, какого-то несколько ироничного направления, в которых я хотел бы выразить, в общем-то, пройденный какой-то путь, пройденный, может быть, не очень медленно, быстро все пролетело. Но связь все равно, я думаю, есть. С той продукцией, которая была сделана до нас, да? Да, связь прослеживается в тематике. В общем-то, тем не так много, о которых можно рассказать. Они, может быть, даже повторяются в какой-то степени. Ну, о чем? О любви, о дружбе, о братья, о сестре, о матери, о природе, о городе, в котором ты живешь. Ну, может, еще... Ну, каждый это выразит своим языком и по своим углом зрения. Понятно. В свое время у нас один из самарских авторов исполнил песню про брата. И один известный музыкант, не буду сейчас говорить, известный российский музыкант, сказал, отличная песня про брата, но я знаю примерно еще 700, которые лучше. А вообще их несколько миллионов. Поэтому, если писать и выставляться куда-то, то надо быть, по крайней мере, убежденным для себя, что ты делаешь что-то такое эксклюзивное, небанальное. Что обязательно надо рассказать людям. Да, и не графоманское. Ну, это должны сказать не соседи по лестничной площадке, а вот профессиональные люди, с которыми я сейчас с вами общаюсь, общаюсь с вашим звукорежиссером, с аранжировщиком, с которым... Мы специально для вас приготовили, кстати, скажу об этом, аранжировщика, очень толкового. Для меня важно, чтобы вы сказали нашей публике то, что у вас на душе сегодня, 17 августа 2012 года. Вы знаете, у меня на душе так много всего, что хотел пожелать или рассказать, но я ограничусь конкретными какими-то пожеланиями. Хотелось бы, чтобы любители жанра оценивали и брали за основу те произведения, которые могут являться каким-то образцом. И прослушивая новые записи новых исполнителей, которых они не слышали или слышали не так часто, чтобы они оценивали и сравнивали, потому что все познается в сравнении. И очень много хорошей музыки, но очень много такой ерунды, такой вообще поток идет, какой-то банальщины, графоманщины, которая заполонила вообще и шансонные эфиры, и какие-то столичные, местные российские города, что очень сложно даже иногда отделить зерна от плевел. Я бы хотел пожелать слушателям, зрителям более внимательно относиться к тому, что они видят и смотрят, и получать от этого удовольствие. Потому что, как говорил когда-то Боб Дилан, даже для того, чтобы просто услышать то количество огромных песен, которые сейчас сочиняются и пишутся, жизни не хватит. Поэтому очень выборочно надо, не тратить время на некий мусор. Я не имею в виду, слушайте меня, потому что я сейчас здесь в эфире, безусловно, нет. Я вообще общее пожелание. Отличайте, учитесь, сравнивайте, и не тратите время на прослушивание ерунды. Давай поднимем за страну За черный хлеба каравай И за гитарную струну Давай, давай, давай За то, что можем побеждать За этот светлый месяц май Нальем пора весну встречать Давай, давай, давай Альбомный блок в программе Александра Фрумина «Ночное такси» В альбомном блоке сегодня с удовольствием показываю вам новейшую работу Виктора Тименского Альбом, который был записан нами на видео В общем, совсем недавно относительно сегодняшней съемки программы «Ночное такси» Происходило все это в ноябре прошлого 2012 года Я очень хотел, чтобы мы сделали Виктору это видео И я был очень рад, чтобы вся эта работа состоялась Причем музыканты, которые были с ним, приехали из Германии И достаточно хорошо подготовились к выступлению у нас на сцене Также были и музыканты из Санкт-Петербурга И мы сделали видеоверсию очень интересной программы Программы, которую наша студия выпускала на компакт-диске К 50-летию Виктора Тименского Которое было в прошлом, в 2012 году Альбом под названием «Лучшее новое» Я считаю, удался Во всех отношениях удался Делал аранжировки очень талантливый музыкант С которым мы познакомили Виктора Музыкант, который много лет уже проживает на территории Германии Я имею в виду, конечно, нашего друга Максима Дергунова Макс делал много альбомов для Васи Пряникова И мы настояли на том, чтобы Виктор новые версии своих старых И любимых вами песен сделал именно с этим музыкантом В его студии в Берлине Мы делали издание этой программы Мы сделали в очень красивой упаковке этот альбом Он был издан в дигипаке Мы успели именно к 50-летию Виктора Для того, чтобы все это оказалось вовремя в музыкальных магазинах Этот диск доступен, естественно, везде, где продается лицензионная продукция в России И я очень просил Виктора о том, чтобы мы обязательно сделали телеверсию Потому что этот альбом по музыке совершенно не похож на те песни, которые были сделаны ранее Там, кстати, были и некоторые песни, которые были записаны у нас Мы писали два альбома у Виктора И мне очень хотелось, чтобы именно с этими аранжировками С новыми музыкантами все это было записано на видео Эта работа состоялась И я сегодня с большим удовольствием представляю вам фрагмент этой записи Итак, это Виктор Тюменский Это самый свежий его видео-альбом, который скоро выйдет в формате DVD Это альбом, который носит название «Лучшее и новое» Старый, проверенный временем песни, но в совершенно новых аранжировках Смотрим Снова льет летний дождь с неба В той стране, где еще не был У меня намело выше крыш снега Белый яд отойдет на чуток летом Лето здесь, как письмо от тебя в клетку А листок невелик в речку Упадет, уплывет вечность Как скучаю, сравнить не с чем Упадет, уплывет вечность Как скучаю, сравнить не с чем Реки лет без любви сохнут Вот и времени вдруг смолкнут За собой унесут грезы Не спасут ручейки слезы Что пролила ты их, жалко Что не шатко, все шло, не волка Ты меня прожидала долго Та река утекла, Волга Ты меня прожидала долго Та река утекла, Волга Не ступить в воду рек дважды Утолить нам любви жажду Не судьба, видно, что ж ладно Ты не жди, я прошу, не надо Позабудь, разлюби, брось ты И дорогу забудь к почте Не пиши, разорви в клочья Письма те, что писал ночью Не пиши, разорви в клочья Письма те, что писал ночью Ну вот и все на сегодня, дорогие друзья Напомню, это была программа Ночное такси В эфире на YouTube и на Питер ТВ Я, Александр Фомин, также призываю вас Слушать нашу программу, поскольку у нее есть Радиоверсия, которая выходит на наши Интернет-радиостанции Шансон 24 Каждый четверг с 22 до 24 по Москве в онлайне С нашего портала Шансон 24.нет Затем в записи программа выходит на Радиостанции Русский Берлин Это 97,2 МГц ФМ Соответственно в Берлине Четверг на следующей неделе После эфира в России с 21 до 23 часов Время, естественно, европейское И повторяется также на следующей неделе В понедельник с 22 до 24 часов Точно там же и точно, естественно, по европейскому времени Так что если вы хотите знать больше о музыке шансона по-русски То смело можете использовать нас как свой компас Я, Александр Фомин, искренне благодарю вас за внимание И прощаюсь с вами до следующей недели На волне ностальгических нот На волне позабытых мелодий Вместе с вами ночное такси Городских серенат и рапсодий Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин